здравствуйте дорогие друзья с вами игорь прудников и арбалетная поляна давно ничего не снимали вот мы выбрали теплый летний денечек появился интересная тема для разговоров но тема на самом деле старая древняя изъеденная вот но каждый раз поступают вопросы ко мне от пользователя особенно арбалетов да и луков тоже игорь почему я не могу попасть допустим там на 20 метров спичный коробок вот там две-три стрелы летят остальные что-то никак вот вот на эту тему хотел порассуждать и свои умозаключения как бы высказать не являюсь претендентом на истину это просто как бы опыт накопленный вот если он кому-то пригодится я буду рад если будут вопросы ради бога вместе будем думать потому что точные выстрелы любят все вот ну что участвует стрельбе из арбалета собственно арбалет стрела и стрелок хорошо стрелок подготовлен классный стрелок большой практикой вот задержка дыхания техника там обработка выстрела все есть все нормально арбалет арбалет супер оптика прекрасная вот все нормально третий участник выстрела это стрела и вот тут начинаются вопросы значит вот мой который я как-то показывал вот он дал мне четко понять что идеально ровных стрел в принципе не бывает вот ну вы знаете критерии или маркировку стрел по точности по качеству изготовления там в 6 в 3 в 1 но этого мало оказывается даже в партии стрел с маркировкой в 6 вы можете найти стрел с маркировкой в 1 вы можете найти стрелы ужасного качества которые собственно избивают с толку вот допустим если покажу что я намерил вот яркий образец не точной стрелы показываю как это выглядит на приборе вот точечку видите вот видите что прибор показывает то есть по этой линейке колебания луча на 24 миллиметра это один образец ставим другую того же типа из той же партии вот видите колебания уже поменьше если ноль выставлю 8 миллиметров 8 то есть было 24 стало 8 миллиметров соответственно эта стрела должна быть точнее логично вот стрела хорошего качества как я считаю вот к тому же мне в этом помогает прибор я не рекламирую прибор при желании могу рассказать как он делается он просто вам помогать будет вот смотрите вот его колебания вот я вижу колебания в 3 миллиметра 3 миллиметра биение стрела производства майнхантер вот сейчас посмотрим как она называется а стрела дум майнхантер да вот вывод чтобы точно стрелять кучу на хорошей дистанции все стрелы с вашей партии должны иметь одинаковую и минимальную кривизну вот это раз хорошо подобрали с одинаковой кривизной значит горб стрелы должен быть по ведущему перу вот то есть вот ведущие перо горб должен быть сверху у всех одинаково то есть я когда меряю стрелы вот я занимаюсь вот такой маркировкой что такое горб вот грубо утрированно вот стрела вот она если все стрелы одной партии будут правильно проклеены с ведущим пером вот в этом положении они все и полетят одинаково тем более если кривизна у них одинакового параметра что встречается на практике вот так кривизна по ведущему перу вот так кривизна по ведущему перу вот так да соответственно происходит понимание как стрела выходит если все стрелы вылетают вот так одинаково они прилетают более-менее одинаково как только ведущие перо приклеена неправильно начинается разнобой даже если стрела более-менее ровно а перья приклеены неправильно не по горбу полная фигня не точно это второй пункт третий пункт точность проклеивания перьев показываю делается вот такой изумительный по простоте приборчик две линейки здесь клепочка да вот так вот накладываешь и смотришь вот четко видно перо в оси стрелы это раз перо в оси стрелы это два перо в оси стрелы это три вот это третий критерий для точного полета то есть все перья должны быть одинаково наклеены вот вы знаете когда я встретился вот с этой проблемой и стал мерить удивительные вещи вот одно из перьев ровно второе смотрит налево третье направо либо оба вместе сужаются по направлению то есть куда она полетит даже если шафт ровный вот эта кривизна поклейки уводит стрелу бог знает куда и все это должно в сумме работать ну и последний критерий одинаковый вес вот более-менее подходящие весы развесовочка и что вес был одинаковый вот грубо говоря четыре критерия для обеспечения точного выстрела из арбалета подумайте может быть у кого что есть добавить убавить там принести замечания вот если эти замечания поправляем и вот с удовольствием прислушаюсь тем более техника совершенствуется может быть появится какие-то еще приборы для измерения вот но без точной стрелы правильно собранной по горбу с ровной поклейкой точный выстрел на дальние дистанции не возможно вот с обычных дешевых стрел вы можете покорять 20 метров вот шарик если стрела правильно собрана откалибрована развешено появляются вот такие выстрелы показываю вот 25 метров видите стрела в стрелу 35 метров видите да стрела в стрелу вот это 50 метров стрела в стрелу я считаю что это не предел это не предел то есть в сумме все эти знания помогут нам достичь очень неплохих результатов стрельбе вот что хотел вам рассказать спасибо за внимание ставьте лайки колокольчик подписывайтесь на канал замечания только приветствую или критику они помогают двигаться дальше вот всем привет игорь прудников арбалетная поляна